По воспоминаниям рязанцев, перекресток на пересечении улиц Ленина, Праволыбецкой и Николодворянской раньше был вовсе без пешеходного перехода. Затем он здесь появился. А теперь в момент реконструкции Астраханского моста тут возвели полноценный светофор. На одной из центральных улиц расположены сразу два учебных учреждения. Теперь для школьников, их родителей, а также для студентов светофор станет большим облегчением. Здесь находятся политехнические институты, седьмая школа. Родители говорят, что годами переживали за своих детей, когда те переходили улицу Ленина по зебре без светофора. Очень переживала. Я сама училась в этой школе. Здесь всегда было очень сложно перейти дорогу. Всегда здесь машины. Ну, как бы останавливается, но это редкость. Правда, пока новый светофор не работает, чтобы не затруднять движение автотранспорта, поскольку при первом его включении произошел коллапс на дороге. Появились большие пробки. Пока что из-за ремонта моста светофор не может полноценно и качественно функционировать. Если здесь нормально отрегулируют работу светофора, то он будет нужен для детей в первую очередь. Потому что, ну, вы понимаете, когда четыре полосы, нерегулируемый пешеходный переход, это неправильно. Это просто необходимость в силу того, что другой возможности здесь не было. А вот насколько он затруднит движение на улице Ленина. Некоторые горожане полагают, что движение на улице Ленина наоборот улучшится и повысится безопасность автомобилистов. На этом перекрестке не раз происходили аварии. Я думаю, очень сильно необходим. Я просто из личного опыта знаю, сколько у меня здесь знакомых уже столкнулось. Я думаю, что светофор бы здесь решил огромное количество проблем. И не просто светофор, а светофор, который сейчас ставят с красным еще колечком, вот этот, который модный, со стрелочкой. Очень у многих людей сомнений бы помеха справа или у кого-то помеха слева или сверху, бы этот вопрос точно бы решил. Потому что если светофора нет, то приоритет пешеходов прежде всего, если по правилам дорожного движения. Ну и, соответственно, у пешеходов может быть большой поток, и машины будут, как бы, движение будет труднено. А так будет по-честному все. Горожане отмечают, что в центре города еще есть места и объекты, которые требуют доработки. В том числе появление новых светофоров. Очень интересное место, это когда Горького выходит на улицу, на площадь Ленина. Так и непонятно в итоге, что решили делать с этим перекрестком. То есть она же должна быть двухсторонней в перспективе, насколько известно. И двухсторонней с выездом на улицу Ленина. И там как раз будет появление этого светофора, дублирующего, самому площадь Ленина. Вот что с этим, как решили, вот это интересно. Потому что это ключевое место, ключевая точка в городе. Будет ли обеспечен выезд с улицы Горького на Первомайский проспект, пока неизвестно. Тем не менее, горожанам хотелось бы уже сейчас увидеть еще одно преображение. Не знаю, почему в связи с перекрытием Ленина Маяковского не сделали двухсторонней. Она полностью позволяет это сделать. Вот это хорошая инициатива. Сейчас. Здесь еще долго будет, как мы понимаем. Водители считают, что улицу Маяковского можно переделать по подобию улицы Горького. Не только на момент ремонта Астраханского моста, а навсегда. Возможно даже расширить ее, чтобы здесь было организовано четырехполосное движение. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ренкомпания «Город»